Приветствую вас и основная проблема заключается в том, что вы вначале были друзьями. Ну то есть вы человека называете своей подругой, так вот подруга это получается вам друг. И по факту, дружеские отношения между вами претерпели изменения. Изменения такого плана, что после секса вероятно девушка ощутила, что вы больше ей не друг. То есть она не может общаться с вами как друг. А вот те ожидания, которые у нее были относительно того, что вы станете парой. Вот эти ожидания не оправдали. И у вас, по сути, возникло наверное то же самое, только у нее в более ярком проявлении. И когда вы сказали, точнее когда вы встретились с ней уже после того, как она отдали вас от вас. Это было продиктование ее привязанностью к вам. То есть по сути, возникает такой некий конфликт, конфликт дружбы и конфликт отношений любовных. И вот любовные это как раз отношения или дружеские. Вам нужно вывести на первое место, то есть чему-то отдать приоритет. Чему вы отдадите приоритет? Дружбе или любовным отношениям? В зависимости в случае не на два. Но пока вы друг для друга представляете очень непонятное, неопределенное видение. Вы не воспринимаетесь друг другом, не как друзья уже теперь. Не как любовники уже теперь. Опять же по той причине, что изначально вы были друзьями. И в этой ситуации вам нужно сделать только одну одну. Ну, значит, дать ей время вообще. Чтобы она подумала, кем она хочет вас видеть. Далее, что ей от вас нужно. Какие действия она хочет от вас получать. И подумать самостоятельно, а вы можете ей вот это, то что она хочет. Вы можете ей это дать. То есть, у женщины есть определенные требования к мужчине, к своему мужчине. Но вы к этим требованиям оказались не готовы, потому что вы привыкли быть ее другом. Вам необходимо самого себя спросить, готовы ли вы отвечать ее требованиям, как к мужчине. Да, любимому мужчине. И если да, то стараться этим требованиям соответствовать. Но для того, чтобы понимать, в чем, собственно говоря, эти требования заключаются, нужно сперва, как бы, эти требования понять. Чтобы они были ослушаны. Значит, необходимо с девушкой поговорить и сказать, что она хочет от вас, как от мужчины. Или, может быть, вы сами знаете, что она хочет, как женщина. И вот так. И вот давать ей это. Если вы по какой-то причине давать ей этого не можете, а судя по тому, что вы друг от друга отдалились очень похоже. То тогда получается так, что как пара, как пара именно любовная, вы слышите, что в этом месте не можете. Ну и дружить вы уже дальше не сможете. Потому что, когда вы переспали, когда ваши отношения перешли на новый уровень, зазнание расширило. И если расширение осознание – процесс естественный, то, наоборот, слышение – процесс болезненный и негативный. Как правило, связанный с аналогичными по характеру ассоциациями с человеком. И из-за этого очень мало людей могут дружески общаться друг с другом после того, как расстаются в качестве любовников. Вот это нужно понимать. То есть, нужно понимать, что если вы можете стать для друга близкими людьми, то стараться это сделать. И стараться нужно вам, в первую очередь, отдавать все девушке. Если она действительно вам что-то чувствует, она начнет отвечать за именности. Ну а если не получится, то не нужно считать, что вы сможете дружить. По крайней мере, дружить сразу и дружить на том же уровне, на котором вы дружили раньше. Нужно время. Время, чтобы научиться вновь воспринимать вас в привычном качестве, каким вы обладали рано. И вот тогда все нормализуется и придет в ту форму, которая наиболее подходит вашим отношениям. То есть, тем, тому уровню взаимодействия, который между вами существует реально. А не тот, который вы хотели бы получить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Подписывайтесь на наш канал.